Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Вот пришли майские праздники, и мы с вами должны в это время в такие поликарбонатные теплицы должны уже высаживать культуры, такие как томаты, перцы, баклажаны, то есть послёновые культуры, которым, в принципе, вот в таких хороших укрытиях не будут опасны заморозки и даже небольшие морозцы. Итак, мы с вами подготовили грядку. Рассада очень хорошая у нас получилась перцев. И для того, чтобы понять, какие же в дальнейшем сажать сорта, мы решили высадить несколько сортов, определившись с лучшими. Конечно, будем в следующие годы этими же семенами пользоваться, этими же гибридами. Итак, обязательно бирочки не забудьте. Высаживайте там, предположим, 5-10 растений, которых вы вырастили определенного сорта или гибрида, обязательно бирочку ставьте, чтобы было понятно, что это за гибрид, гибрид. Что это за сорт? Итак, почва у нас подготовлена. В почву мы, как всегда, вносим питательные элементы. Это может быть перегной, это может быть биогумус, биоперегной, может быть компост. Но самое главное – использовать хорошие питательные элементы. То есть вы берете в руки перегной или компост, который у вас на участке готовится иногда год-другой, берете в руки, он должен рассыпаться, он должен приятно пахнуть, он должен быть однородным по цвету, по структуре. Вот только таким вы можете пользоваться. Если какой-то запах, если какие-то недопревшие частицы органические, ни в коем случае такую органику не используйте. Еще под огурчики, под другие тыквенные культуры вы можете использовать, но под эти культуры такую органику мы не используем. Поэтому мы берем, например, тот же биогумус, например, и немножечко-немножечко вносим в лунки. Значит, на грядку 80 см шириной и метр длиной мы сажаем 4 растения. Растения, как правило, у перцев раскидистые. Перцем каждому плоду нужно свет, солнышко, поэтому чтобы они росли не в стесненных обстоятельствах, а хорошо развивались, мы должны посадить именно не больше 4 штук. Итак, высаживаем первый, выкапывая лунку такой же глубины, примерно такой же. Естественно, конечно, никто сантиметром из вас мерить не будет глубину этой лунки. Внесли обязательно органики. Ну, скажем так, по стаканчику хорошей органики не помешает. Хотя почва заранее была улучшена, весь фон субстрата, который в нашем парничке, он улучшен. Но все равно под перчики можно добавить немножечко еще. Так, сделали лунку. Ну, в крайнем случае, можно примерить растение. Вот, замечательно. Оно окажется на той же глубине, как у нас и росло. Если у томатов мы зачастую обрываем семидоли, нижние листики, то у перцев мы этого не делаем. Значит, кладем бирочку, чтобы не перепутать нам какой-то гибрид. А гибрид, конечно же, лучше всего брать у фермы партнера. Так, теперь вытащили. Посмотрите, какая корневая система. Ну, замечательная, лучше не придумаешь. Берем воду, заливаем лунку водой, как следует, заодно у нас там и внесенная органика лучше перемешается. Вот так. Прям 3-4 литра воды можете смело наливать. Тогда вам следующий полив можно будет провести дня через 4, а то и через 5. Конечно, в зависимости от погоды. Ставим в лунку растение наше. Вот так. И присыпаем аккуратненько нашей почвы. Ну, кто не любит руки пачкать, тот может перчаточки одеть, резиновые там или совочком воспользоваться. Я так люблю землю ощущать руками. Всё-таки это как-то вот своё родное. И обжали, обязательно обжали, чтобы корешки вошли в хорошее соприкосновение с нашим субстратом, который мы сделали. Вот таким образом. Можете даже слегка сделать так, чтобы растение на общем фоне было немножко утоплено, чтобы здесь образовалась небольшая такая вокруг как бы луночка, в которую можно будет ещё подлить водички. Значит, вот сейчас мы посадили, чтобы не размывалась эта вся почва. Мы можем производить полив вот такой маленькой леечкой. Скажите, ну, дед, взял леечку играться, что ли, собрался? Нет. Просто, чтобы растению было комфортнее себя чувствовать. Берём, как всегда, таблеточки, которые не допустят развития грибных и бактериальных болезней. И проливаем. Таблеточки быстро растворяются в почве. Вот так мы проливаем как следует почву. Растение замечательно у нас устроилось на новом месте. Сажаем следующее растение. Оно того же у нас сорта. Точнее сказать, мы сажаем только гибриды. Потому что всё-таки у гибридов значительно лучшие урожаи. Гибриды устойчивее к болезням в большинстве случаев. Поэтому, конечно же, лучше использовать гибриды. Хотя они, конечно, не дешёвые. Жадные платят трижды. Опять же, добавляем хорошие органики. Вот так мы насыпаем. Перемешиваем. И вновь поливаем как следует. Не жалея воду. Заливаем просто водой. Знаете, очень большая ошибка у вас бывает. Тогда, когда вы думаете, что корневая система у послёновых культур маленькая. Ничего подобного. Если почва хорошая, корни могут проникать буквально на полметра. А то и больше в радиусе. Представляете, мы здесь посадили, а корни от этого растения могут доходить сюда. Вот почему мы, собственно говоря, не так часто их сажаем. Чтоб растение нормально питалось. Чтоб корневая система нормально развивалась. И в глубину тоже иногда, если хорошая почва, корни могут пройти на глубину примерно тоже с полметра. Это уж точно. Ой, ну замечательно. Посмотрите. Не надо нарушать корневую систему у таких растений. Мы их просто сажаем как есть. Примеряем не очень глубоко. Делаем луночку, расширяем немножечко, углубляем. И уже сажаем прямо вот в эту грязь, которая там образовалась. Вот так. И вновь присыпаем, прижимая, обязательно прижимая почву к кому с землёй. Опять делаем здесь такую, как бы, луночку. И поливаем аккуратненько опять водой. Как следует, как следует, чтобы не было сухой прослойки между увлажнённой там в глубине почвой и верхним слоем. Так что, как следует пролить. И можно спокойно уезжать практически с дачи на целую неделю. Город, к примеру. И не переживать за то, что растения пересохнут. Закройте дверцы. Чтобы почва сильно не высыхала, лучше подсыпать вот так сухой земельки. Ну, конечно же, можно эмульчирующий материал какой-то использовать, к чему вы привыкли. Хорошо очень эмульчировать песочком. Речным песочком он светленький. Отражает хорошо солнечный свет. Корни не пересыхают. Он является хорошим ещё и рыхлителем. Вот так мы присыпали. Отлично. Вот у нас мы посадили. Бирочки можно вот так воткнуть. Можно переписать куда-то в тетрадь название этих гибридов. И приступать к посадке следующих. Значит, мы сажаем не в шахматном порядке, а вот здесь высаживаем. И вот на этом месте высаживаем. И таким образом, постепенно, постепенно, мы дойдём до другого края нашего парника, высадим растения, и будем спокойны за них, что им хватает питательных элементов, хватает влаги. И мы можем спокойно делать свою работу на работе, дожидаясь следующей субботы или воскресенья. Дорогие мои, я надеюсь, что если вы повторите вот эту совсем несложную операцию по высадке растений, то у вас всё-всё получится. И я вам желаю огромного-огромного успеха. Субтитры подогнал «Симон»!